Полиция Алматы по горячим следам задержала приезжего, сообщившего ложную информацию о заминировании торгового дома Праймплаза. Как установлено, данный факт имел место ближе к полудню. Спустя минуту службы экстренного реагирования Алматы приступили к комиссионному осмотру здания. Сапёрные подразделения оперативных служб, здание торгового развлекательного центра и прилегающую к нему территорию, проверяли около полутора часов. В результате взрывного устройства не обнаружено. Между тем, для безопасности граждан в первую очередь была осуществлена эвакуация из зданий посетителей и работников данного комплекса общей численностью 230 человек. Силами полиции также был произведён отвод транспортных средств и оцепление места происшествия до окончания осмотра. А тем временем оперативные службы приступили к проведению разысканных мероприятий, направленных на установление личности звонившего и его задержания. Спустя несколько минут злоумышленник был вычислен и задержан. Им оказался 28-летний житель Жамбулской области. В полиции отметили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 273 Уголовного кодекса Республики Казахстан заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Санкция этого состава преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы над срок до шести лет. В этой связи Департамент внутренних дел ещё раз официально напоминает гражданам, что все аналогичные действия являются уголовно наказуемыми и влекут за собой уголовную ответственность. При этом также необходимо учесть, что на проверку таких сообщений, как правило, затрачиваются максимальные силы и средства всех экстренных, а также оперативных служб города. 74-летний мужчина погиб под колёсами автомашины марки «Мазда». Это дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в 8 утра в Турксибском районе Алматы, неподалёку от места жительства погибшего пенсионера. Установлено, что дедушка переходил улицу Майлина в западном направлении, а иномарка ехала на север. В результате полученных травм пожилой мужчина погиб на месте происшествия. По факту ДТП, повлекшего смерть человека, в полиции начато досудебное расследование, в рамках чего дознавателям уже назначены по делу соответствующие экспертизы. В Медеусском районе Алматы полицейскими по горячим следам задержан автомобильный угонщик, которым оказался гражданин Узбекистана. Причём злоумышленник был пьян. Только по счастливой случайности никому из окружающих он не успел причинить вреда. «Нами была замечена автомашина по улице Папанино в южном направлении. При остановлении автотранспорта водитель с места начал скрываться, после чего по улице Папанино, у улицы Ереваново сделал ДТП. После чего водитель начал с места скрываться. Пешим путём водителя задержали, вызвали оперативную группу для выяснения обстоятельства». «За что задержали сотрудники полиции?» «Поехал на машине, на чужой, да, в выкиншем состоянии, ударил машину. Свою вину полностью признаю. От испугов, в алкогольном состоянии вообще побежал. Полиция Казахстана задержала меня. За это спасибо. Вот сотрудникам полиции хорошо. Я аккуратно ехал, испугался. Пассажирский автобус ударился, гражданины полиции меня задержали». «А с какой целью вы сели в машину?» «С целью просто тупо взять и ехать в некуда, пока не поймает полиция. Вот поймала полиция, задержала, не знаю, депортацией». «С какой целью приехали в Алматы?» «Приехал я не в Алматы. В Алматы я приехал посмотреть город. Очень красивый город. Но работу очень тяжело найти, так как в Шимкенте. Так получилось, что без ничего остался». Далее многословный подозреваемый продолжил свои откровения уже в районном управлении внутренних дел, куда он был доставлен патрульным экипажем. Там же оперативники проверят, как часто южный гость нарушал казахстанское законодательство. Полицейские Алматы спасли жизнь похищенному бизнесмену. В раскрытии этого особо тяжкого преступления отличился экипаж специализированного батальона административной полиции города, который нес службу в Алмалинском районе Алматы. «Приказ заступить на охрану общественных порядков по городу Алматы при несении службы быть длительными и токсичными, при обречении граждан быть вежливыми. Говорят, направо. Го! По местам несения службы. Шагов! Марш!» Во время несения службы в начале 9-го вечера на пересечении улиц Жильтохсан и Шевченко полицейскими была замечена автомашина марки Toyota Camry, водитель которой, грубо нарушая ПДД, двигался по Жильтохсан на юг, в то время как на данном участке предусмотрено одностороннее движение только в северном направлении. Законным требованием остановиться мужчина, управлявший данной машиной, не подчинился. Продолжая грубо нарушать ПДД, тем самым создавая угрозу окружающим, водитель стал скрываться. Однако путём преследования путь Toyota был блокирован во дворе одного из домов по улице Пушкина. «Заехав в этот двор, преступники разбежались в разные стороны. Я успел задержать одного, кто был за рулём. На это место, где находилась патрульная автомашина, я пытался одеть наручники и посадить в машину подозреваемого». «По рации я успел передать другим патрулям, что, преследуя в пешем порядке, начал преследование. В 100-150 метрах был задержан данный подозреваемый, который оказал активное сопротивление, пытался вырвать табельное оружие, и у нас завязалась драка. В этот момент подъехал второй экипаж специализированного батальона и оказали содействие, и данный преступник был задержан». В салоне этой Toyota Camry полицейские нашли избитого мужчину, который, как было установлено чуть позже, был похищен неизвестными за несколько минут до их разоблачения. Мужчина уточнил, что он является предпринимателем. По пути следования похитители даже успели выдвинуть бизнесмену свои требования, намереваясь в последствии требовать от его родственников выкуп в размере одного миллиона долларов. «Он был избитый, напуган, после чего приехала скорая помощь и забрала его в больницу. В машине были обнаружены три маски, четыре формы, черные спецодержки, черные перчатки, пистолет, травматический пистолет и подложные госномера». К расследованию сразу же были подключены сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью, которые установили личности задержанного и двух скрывшихся соучастников преступления. Беглецы объявлены в розыск. Между тем, стало известно, что задержанному 45 лет. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в частности за незаконное хранение огнестрельного оружия, мошенничество, вымогательство и наркопреступления. На этот раз полиции проводятся досудебные расследования сразу по двум фактам – похищение человека и применение насилия в отношении представителя власти. Фигурант водворён в изолятор временного содержания ДВД. При поездке на транспортном средстве пассажир и водитель обязаны быть пристёгнутыми ремнями безопасности. И пассажир, и водитель обязаны при поездке на мотоцикле быть в застёгнутом мотошлеме. Запрещается перевозить детей до 12 лет на заднем сидении мотоцикла, на переднем сидении автомобиля при отсутствии специального детского удерживающего устройства. Алма-Аты без потрясений. Защити себя, детей и дом. По данным Центра оперативного управления Департамента внутренних дел Алма-Аты, за минувшие сутки в городе были зарегистрированы 175 преступлений и происшествий. 91 из них раскрыто по горячим следам. В том числе 5 изнасилований, 1 разбойное нападение, 6 грабежей, 114 краж чужого имущества, 15 хулиганств. Зарегистрированы 14 дорожных транспортных происшествий, 1 человек погиб, ещё 17 травмированы. 2 Компаж 5 Мороза Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует...